Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневный обзор событий, происшествий и мероприятий возложения наших авторов. Наши журналисты постарались отобрать наиболее актуальные и значимые для горожан события, произошедшие за сегодняшний рабочий день. Впрочем, вот краткий анонс сегодняшнего информационного выпуска. Будущее за полимерами. Сегодня открыли после модернизации Рязанский завод битумных материалов. Трагическое происшествие. Утром в Дашково-Песочне автомобиль врезался в остановку с людьми. Погибла пожилая женщина. Завтра Международный день семьи. В здании областного правительства чествовали многодетные семьи. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня открылся модернизированный Рязанский завод битумных материалов. Завод принадлежит российской компании «Газпромнефть». Предприятие будет выпускать полимерные вяжущие битуми, необходимые для строительства современных автодорог. Кстати, доказано, что применение полимерных материалов увеличивает межремонтный срок службы асфальтобетонного покрытия с 3-4 лет до 70 лет. При этом значительно повышается устойчивость к возникновению трещин и сдвигов. Достаточно. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поставил знак качества на первой выпущенной партии современной технологичной упаковки битумного материала, тем самым ознаменовав завершение модернизации крупнейшей в стране площадки для производства полимерно-битумных вяжущих – Рязанского завода битумных материалов. Теперь такие битумные материалы будут отсюда поставляться как в другие регионы России, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья, при этом не теряя своих свойств. «Газпромнефть» приобрел Рязанский завод нефтехимпродуктов в конце 2013 года. Это позволило компании занять ведущие позиции по производству полимерных битумных материалов для дорожного строительства в России. Генеральный директор по логистике и сбыту «Газпромнефти» Анатолий Чернер отметил, что и в дальнейшем у компании много больших предложений по сотрудничеству с Рязанской областью. «Нам здесь комфортно на самом деле, мы не чувствуем никаких сложностей. Нам здесь удобно, это центр России, это близость к рынкам сбыта. Это очень удобное место для локации нашего производства. А с точки зрения поддержки администрации, она есть, и я думаю, что будет в дальнейшем». «Теперь уж деваться некуда, штамп поставил». Основной акцент делается на достижении максимального качества битумных материалов для строительства современных дорог. Мощность завода – около 60 тысяч тонн в год. Все оборудование – отечественного производства и отвечает требованиям ныне актуального вопроса импортозамещения. На базе завода в планах создать научный исследовательский центр, в котором будут разрабатываться высококачественные составляющие дорожного покрытия. «Естественно, когда мы открываем такое производство, которое будет выпускать продукцию, которая увеличивает срок службы покрытия автомобильных дорог примерно на 30-40%, поэтому качество дорог, долговечность, их срок службы, способность воспрепятствовать тем нагрузкам, которые на дороге оказываются, значительно повысится. И мы рассчитываем, чтобы мы все же наши дороги реже ремонтировали, чем сейчас это происходит». Полностью автоматизированный процесс производства позволяет осуществлять контроль качества в сжатые сроки. Глава региона Олег Ковалев отметил, что завод оборудован и способен выпускать продукцию по последнему слову науки и техники. «Мы в Рязанской области сейчас много внимания уделяем дорожному строительству, в том числе у нас проходят две федеральные автодороги, у нас есть региональные автодороги, местные автодороги. 8 тысяч километров только региональных и местных автодорог, и они все нуждаются в ремонте, в реконструкции, и поэтому мы будем продукцию эту брать и использовать все». Опыт применения производимых полимерных битумов уже имеется в других регионах страны. Аналогичные мощности расположены в Москве, Омско-Ярославской областях, а также в Сибири и Казахстане. Происшествие с дорожным полотном произошло вчера в центре Рязани на площади Победы. Там днем провалился асфальт прямо на проезжей части возле монумента Победы. О том, как это было и каким последствиям привело, расскажет Оксана Тебенихина. Это видео молниеносно разлетелось по сети интернет в Рязани, в самом центре города. Средь белой дня в час пик провалился асфальт. Яма, наполненная водой солидных размеров, заняла полноценную дорожную полосу. Сотрудники аварийной службы выехали на место происшествия заранее. Лишь благодаря их слаженной работе удалось предотвратить неприятных последствий, а то и трагедии. На видео хорошо заметно, что двигающиеся в сторону центра автомобили начали проваливаться в образовавшуюся неровность. Стоит напомнить, что работу по укладке нового асфальта на этом участке дороги закончили не далее, как в начале месяца, непосредственно перед праздничным парадом. Ремонтные работы изначально планировалось завершить к шести часам сегодняшнего дня. Но, видимо, заявление оказалось опрометчивым, так как это утро встретило рязанцев огромной пробкой. Город перекрыли в сторону центра от моста на московском путепроводе до самого места аварии. Регулировщики пустили движение из-под моста на улицу вокзальную в направлении обоих железнодорожных вокзалов. Так что сегодня Рязань буквально парализована. Как сообщают специалисты, произошел прорыв первой тепломагистрали. Диаметр трубы 500 миллиметров. Асфальт снизу начала подмывать горячая вода, из-за чего и произошло его обрушение. Кстати, о воде. В этом районе, как уже понятно, с водоснабжением будут возникать некоторые проблемы. Но специалисты утверждают, что в ближайшее время они эту ситуацию исправят. Дорожные полицейские просят сейчас воздержаться от поезда к автомобилистам по центру города, пока ведутся аварийные работы на площади Победы. А вот сегодня утром в микрорайоне Дашково-Песочня произошла гораздо большая трагедия. Там рано утром автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, когда люди собирались ехать на работу. В результате ДТП погибла пожилая женщина. А в крови у водителя обнаружен алкоголь. Водители в состоянии алкогольного опьянения являются одними из самых опасных участников дорожного движения. И, к сожалению, страдают и таких горе-автомобилистов другие участники движения. Сегодня утром трагедия случилась на улице Новоселов. Легковой автомобиль «Шевроле-Лачете» въехал в людей на остановке, а затем в торговую палатку. По данным дорожных инспекторов, в аварии пострадали три женщины, находившиеся на остановке. Одна погибла, одна находится в тяжелом состоянии, одна получила легкие травмы. Так, и что произошло? Ну что, разогнался. Очень сильно. Ага. Не справился с управлением. В районе остановки «Шереметьево» водитель потерял управление над автомобилем и совершил касательное столкновение с автомобилем «Рено Логан», такси, который стоял в районе остановки «Шереметьево». После столкновения водитель «Шевроле-Лачете» совершил наезд на троих пешеходов, которые ожидали общественный транспорт на остановке. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия инспекторы ДПС установили, что водитель автомобиля «Шевроле-Лачете» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При освидетельствовании «Алкотестер» показал 1,19 промилле. Дорожное движение, как правило, не прощает и невнимательных водителей. От этого недуга могут пострадать все участники движения. Особенно опасно, когда маневр не рассчитывают водители большегруза. 13 мая примерно в 15.50 на 293-м километре дороги Москва-Астрахань на территории Режского района произошло столкновение шести автомобилей. Водитель автомобиля «КамАЗ» с прицепом, который двигался со стороны Москвы в сторону Тамбова, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, вследствие чего, когда ехавшие впереди него автомобили притормозили, он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. Далее под цепочки. Несомненно, что все больше автомобилистов предпочитают садиться за руль в адекватном состоянии, но все же остаются любители пьяного и невнимательного вождения. Остается только надеяться, что в будущем наши водители будут строже соблюдать элементарные правила безопасности на дороге, секундное промедление, и пострадает не только имущество, но и здоровье пассажиров, пешеходов, да и других водителей. А теперь к другим темам. Накануне рязанские налоговики рассказали о возможных налоговых льготах для простых горожан, а также разъяснили, куда надо обращаться, если у людей есть объекты недвижимости, но им не пришло уведомление об уплате налога. В региональном управлении Федеральной налоговой службы прошла пресс-конференция. Руководство ведомства обсудило наиболее важные темы, касающиеся работы с гражданами. В первую очередь спикеры озвучили вопрос об использовании физическими лицами налоговых льгот. Что касается транспортного налога, то здесь ситуация весьма традиционная. Существует закон Рязанской области о налоговых льготах. Закон предусматривает три основные категории налогоплательщиков, которые имеют право воспользоваться налоговыми льготами по освобождению от уплаты транспортного налога, будучи владельцами транспортных средств. Это пенсионеры-инвалиды всех категорий. Соответственно, Герои Советского Союза, Российской Федерации, граждане, награжденные орденами славы трех степеней. Супруги, родители погибших при исполнении служебных обязанностей указанных лиц. Ну и, наконец, граждане, имеющие на иждивении трех и более детей. Это многодетные семьи. Здесь ограничения по мощности двигателя, легковых транспортных средств нет. Что касается земельного налога. Здесь конфигурация налоговой льгот устанавливается представительным органам муниципальных образований. То есть в каждом городском сельском поселении, городском округе Советы депутатов определяют, какой категории налогоплательщиков предоставляет ту или иную налоговую льготу. Ну, поскольку у нас в муниципальных образованиях достаточное количество, то я обращаю внимание налогоплательщиков, где получить информацию о налоговых льготах. Они не просто устанавливаются в многочисленном количестве муниципальных образований, они еще могут и изменяться из года в год. Информацию такую обо всех налоговых льготах во всех муниципальных образованиях Рязанской области можно получить на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру в разделе справочная информация. Также на конференции обсудили вопрос об исполнении физическими лицами обязанности сообщать в налоговые органы о наличии объектов недвижимого имущества и транспортных средств, подлежащих налогообложению, в случае, если граждане не получили необходимых уведомлений. Впервые в налоговом законодательстве введена обязанность физических лиц, владельцев налогооблагаемых объектов информировать об этом налоговую службу. В частности, налоговые органы как по месту жительства, так и по месту нахождения налогооблагаемых объектов. Также был озвучен вопрос, касающийся принудительных мер взыскания задолженностей по налогам, применяемых соответствующими органами, то есть налоговой службой совместно с управлением судебных приставов. А теперь о самом близком, что есть у человека, а именно о семье. Завтра будет отмечаться Международный день семьи. Этот праздник сравнительно молодой, его учредили в 1993 году. В этот день по всему миру проходят различные просветительские и развлекательные мероприятия, благотворительные акции и конференции. Задача праздника, как сообщают организаторы, обратить внимание общественности на проблемы семьи в современном обществе. В Рязани сегодня чествовали многодетные семьи. В преддверии Международного дня семьи, который отмечается ежегодно 15 мая, в региональном правительстве прошла церемония награждения образцовых семей, которые могут послужить прекрасным примером для многих. В настоящее время в Рязанской области много хороших, крепких семей. А в этом зале сегодня собрались люди, которые совершили, я бы даже сказал, настоящий родительский подвиг. В их семьях по 3, 5, 8 детей. Есть даже семьи, в которых подрастают 13 и даже 15 ребят. В них царит любовь, согласие, взаимноуважение, поддержка и взаимопонимание. Это образец того, как надо хранить лучшие традиции и семейные ценности. Особенно стоит отметить семьи, где воспитываются приемные дети, для которых чрезвычайно важно почувствовать себя среди родных людей, ощутить традическую заботу и внимание. Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Ведь во все времена о развитии страны судили по положению семьи, в обществе и по отношению к ней государства. Крепкая семья, в которой воспитывается несколько детей, всегда была одной из главных ценностей России. Семья – это источник единства и силы страны, региона, какого-то города, населенного пункта. Это источник богатства и духовной крепости общества. Благодаря семье человек обретает смысл своего существования. В ней он формируется как личность и как гражданин. Поэтому поддержка материнства и детства, повышение уровня рождаемости, укрепление семьи – жизненно важная задача. Архи-сложная, архи-трудная, но жизненно важная задача. Это большой труд и в то же время огромное счастье – жить в понимании и любви, идти по жизни бок о бок с самыми важными во всем мире людьми. И на этом наш новостной выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет первый замминистра социальной защиты населения Рязанской области Елена Карпенко. И речь в беседе пойдет о детском телефоне доверия. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители и гости города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания поздравляет вас с 70-летием Великой Победы и желает всем мирного неба над головой, согласия и благополучия в каждом доме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова